Девушки отдыхают 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 Есть пустота, особенно когда так через один фланг идёт на другом. Смотрите, снова как впустил на фланги сейчас Рязанцу, заснул себе на душу. Планируется в ближайшее время ребром. Опять заброс такой, который атакует. А вот у меня сейчас скакивает, сейчас коряки опасная ситуация, и не попадает в корни. Идёт, что включается в эту комбинацию. Смотрим, вот этот удар. Да, когда заставил. У всех предыдущих усиленных монетов. Какая потасовка готова. Сейчас разгорят в страховой площадке. Буквально из ничего. Крепят страсти. Есть действительно что решать. Есть за что бороться с Сатурном за репутацию. За следующий сезон. За третьего кончатого чемпионата. Точка для штрафного изумительная. На боу бьёт. Прямо в руки Тимский, который правильную позицию занял. Просто не пробить. Ну и в буре восторга на треугольных, потому что удалось справиться. А во-вторых, Кубан Бердеев сделал три замены. Две из которых оказались десятибарными. Он же поделился деталями своего удара. Бил ворота. А там... Он заедает в детку. А там в объятия партнёра попадает. Кубан Бердеев. Пусть будем сейчас врачу по мере, потому что он грозит просто запредельной частотой. Обернуться высотой. Ну что... Вот действительно голос ничего. Гол выросший на мастерстве Адамова. Смотрите. Взял, пробил из-под защитника. И как Кинский не поверил, что мяч мимо идёт. И правильно не поверил. Остановился, замер, увидел, как он сейчас не оказался. И реакция Адамова. Если не ошибаюсь, это его первый мяч за казанскую команду. В десятом матче. Совершенно верно. Первый свой гол он забил с Рубиной. Какой? Ну и насколько замена оказалась. Его замена на Гердениса Кардениза удачная. Милошевич вышел на поле и не заметил. Потому что он присутствует. Как от Бухарова сегодня было. Не очень много полезного склада. Да, то же самое. Да, у Милошевича. Ну, Адамов, а? Совершенно не случайно. Саварона Рубина. Подключение топичек. И любой момент. 1-1. Может, это не быть сегодня Рубина чемпионом. Петр Немов сравнивает счет в этом матче. Сказал Нему. Руслан Нагушев, прошу прощения. Похоже. Они цветоволосые, гордко подстрижные. Блондины. Да, даже черты лица примерно не едет. Ну и смотрите, как мячутся. Да нет, конечно же, Немов. Там просто оператор потом перепутал показал Нагшева. Петр Немов. Не секунду, если сомневаться, как Нагшев мог оказаться на позиции. Петр Немов. И снова Леонид Коэль. Какую передачу делал на топичи. Статуму входит в штатную площадку. Симак. Как разбегают сейчас игроки атаки. Рубина хорошая передача на Кобзе. Продолжает улучшать позицию. Симак удар поворотом попадает. В Антонина Кински. Ох, какая концовка на СМ похоже идет. Иванов. Браво. Ближний в бою снова вручает Кински. И снова продолжает атаковать Рубина. У Реброва мяч с ноги сбежает. Матчи. Минут семь соперники пешком ходили до гола. Роман Адамова. А потом. Такая тактическая схема на концовку встречи у Курбана Бердыева. Адамов что творит? Одного соперника с другим проходят. Успевает мяч в игре оставить. Передача. 2-1. 2-1. В тот момент, когда оператор и режиссер потеряли совершенно суть происходящего. 2-1. И куча мала. И все это напоминает 2003 год. Когда, помните, Рубин забил ТСК последний мяч. Важный победный для себя на последних секундах. И этот гол Бронзовым оказался как туда Курбан Бердыев побежал. И что творится сейчас? Смотрите, еще раз за этим моментом. Опять как Адамов сыграл. Прошел двух игроков. На паузе. Делау сделал передачу. И Кадзис Милошевичем. Гол соорудили при полном попустительстве. Зачитников Сатурна. Смотрите, что на площадке. Смотрите, просто сначала дают одну передачу сделать, потом едет нога. И Ванок был не смотрит за своим оппонентом. Ну и Кинский на этот раз уже ничего сделать не может. И разочарование Юргина Рёбера. Наверное, хотел иначе, чтобы его команда эту встречу закончила. Но у нас просто чудеса. Клидоскоп событий. Эти чудеса приводят к тому, что Милошевич, еще один игрок, выпущенный Бердыевым на замену, забивает свой мяч в этой игре. Так что решил Казанский клуб не доводить дело до матча с Териком и оформить чемпионство за три тура до окончания этого сезона. И посмотрите, болельщики Сатурна, словно не верят в то, что произошло, потянули со своих мест ногами. Голосуют за игру своей команды в этом матче. Идет уже добавленное время. Считанные секунды отделяют Казанский клуб от оформления чемпионства. И как год назад, здесь же в Раменском, золотым клубом стал Санкт-Петербургский «Зенит», сейчас Казанский «Рубин». Готов проследовать той же самой дороги. А на трибунах не останется. А у нас сейчас, смотрите, Кабза! Две. Может, что будет в следующем году, но снова такие надежды, такие ожидания. Три добавленные минуты уже в этом матче позади. Три, которые добавил арбитр. Вот-вот должен финальный свисток прозвучать. И после этого наверняка увидим массовое выбегание. Все скамейки запасные. «Рубин» на поле. Сейчас снова здорово играет Адамов на Кабзе. Просит ответную передачу. Каждый мяч приложил под левую ногу удары угловой. И финальный свисток. Финальный свисток, означающий, что здесь, в Раменском, Казанский «Рубин» стал чемпионом России сезона 2008 года. И ликование казанцев, которое они заслужили в сезоне, когда все остальные наши клубы не сумели прыгнуть выше головы, «Рубин» практически без единой помарки, без единого огреха провел этот чемпионат. И может поздравлять себя с тем, что есть первое в истории клуба золото, добытое. Рациональное представление, что здесь происходит. Бердыев, есть, лучицы эмоциями. Победно качает сейчас тренера «Рубина». Может быть, интервью сегодня даст, получится невозможное, кто знает. Ну и куча мала, я думаю, готовится просто сумасшедший прием в Казани. Там умеют устраивать народное гуляние, когда действительно на своей улице праздник. И поздравляет Сабу Милошевича, автора «Золотого гола» «Рубина». Человек уже навечно вошедшего в историю клуба. Моменты, которые всегда смотреть интересно. Из года в год по осени мы видим такие кадры, наблюдаем за ликованием. Ну и так постепенно присоединяются люди, причастные к этой победе, причастные к «Рубину». К торжествам и круг почеток своим болельщикам сейчас бегут представители «Рубина», представители команды. Разные другие люди вылегают тоже на газон. Ну и те болельщики, кто сегодня нашли возможность из Казани приехать сюда к своей команде. Я думаю, сейчас это одни из самых счастливых людей в мире. Сергей Семак, капитан «Рубина», человек, который такой вклад нес, для него тоже какой год получит. Бронза на Европе и золото. Чемпионат России. Еще раз «Рубин», чемпион России 2008 года. Наши поздравления. В игре против «Сатурна», которую Казанку выиграли 2-1. Вместе с вами за ходом этого матча следил Илья Казаков. Всего доброго, друзья. Я видел, вы один из первых выскочили. То есть такое ощущение, что со скоростью у вас стартовая все отлично. Слава Богу. И еще в эмоциях. По «Симаку» было видно, что капитан очень устал. В первую очередь психологически. Впрочем, это относилось ко всей команде. Психологически выявляются. Вряд ли привезли бы с собой золотые тюбетейки. «Рубин» чемпион, а это дело необходимо оправдывать. Компас, да, чуть-чуть. Половину вылили на меня, половину вылили на меня. Хочу еще дай. Кабанда Кейс разрешил. Если честно, мы разрешения не спрошу. Он сам наливал. Так уж вышло, что в прошлом году... Спершемиев море из ликующих болельщиков ждет команду у празднично украшенной сцены. «От сына Рубин будет играть!» «Лучший пен!» «Спасибо огромное. Я думаю, вы по полиции не привыкли, много разговаривать. Собственно, это грандиозный фейерверк. А затем тысячи ликующих болельщиков возвращаются в ночную Казани. Город под музыку автомобильных плаксонов гуляет до самого утра, а потом, немного отдохнув, продолжает веселье и утром. В выходные в эти дни пришлись болельщикам «Рубина» как нельзя кстати. Михаил Степанов, Эльшат Мухаммедов. Футбол России из Казани. Президент ПФЛ, не только сегодня, президент ПФЛ Дмитрий Пасанский. В ром-тайме Бердыев делает три замены, и две из них срабатывают. Не очень везучий в этом сезоне Адамов сполна получает от футбольной афемиды, забивая гол. С чемпионством «Рубин» перенесет на домашний матч с Териком. Милошевич забивает самый важный мяч в истории Казанского клуба. Естественно, радость, золотые тюбетейки и шампанское. Одни его пили прямо в раздевалке, другие решили отметить позже. Чемпан за чуть-чуть. Детство. Достал себе футболку Милошевича. Я рос молодым и болел за него. Я, наверное, его галактика. Для меня это все. И последнее. Вопрос на Токам. Какой клуб в следующем сезоне станет чемпионом России в Равенске? «Рубин» в контратаку. И вот с точки зрения специалиста... Это же вопрос адресовать. Когда вы поверили, что Рубин станет чемпионом? ...вроде бы не самую опасную атаку, но передача Быстрова оказалась крайне своевременной, а удар Баженова неотразимым. 1-0, но впереди еще было полчаса игры. Для нас очень важно... ...когда не выдержали нервы у Жиркова. Решение Лайнсмана о назначении углового он позволил себе прокомментировать. Желтая карточка оказалась адекватным наказанием. Почему она вышла замуж по расчету? Какие еще тайны скрывает представительница из детского актерского клана? Хочешь узнать? Купи ты, Бабарк. ...вырешенные наверху или Кварежно.